Сегодня мы продолжаем смотреть на главных сигнатурных героев у Ятора. Сегодня мы смотрим за третьим героем, это Flessless Void. У него на нем порядка 800 игр с винрейтом 58,5%. Это очень хороший винрейт для столь высокого рейтинга, на котором Ятора играет. Эта игра не исключение. Во-первых, у Ятора сейчас 24 ранг. Ну и давайте посмотрим, во-первых, сможет ли он убежать отсюда, потому что здесь Бара и Лешак за ним гонятся, и Санстрайк от Инвокера попадает и делает ФБ на Ятора. Такое вот начало, но не всегда оно бывает приятное. Так вот, у нас в этой игре средний рейтинг практически 11000 ММР, это порядка 10900. Во-первых, Nothing to Say 3 ранг, во-вторых, Ятора 24 ранг, 9 класс 22 ранг, и на Лешаке играет Пьюр со своего Смурфа. У него на нем 4 ранг на Смурфе, очень жесткий чел. Так вот, по поводу Вайда. Его в патче 733D не изменили. Именно на нем мы сейчас и смотрим эту игру. Это новый патч, который вышел вчера. Ну, вдруг мало ли кто-то проспал в этот момент. Все бывает. Начальный закуп это Танго, Цирклетка, Мэджистик, Топорик, Хилка и, соответственно, Айрон Брэнч. Стоит вместе с Бэтрайдером против Бары и Лешрака, которые как раз-таки его на ФБ и загнали под Санстрайк. В миду стоит Пак против Инвокера. Еще раз напомню, что это Несантусеи. Один из моих любимых мидеров, на самом деле. Раньше особенно любил за ним наблюдать. И в харде стоит Тайд вместе с Течисом против Веника и на Кэрри идет Джаггер. Такая вот расстановка. Теперь по самому Вайду. Сам Войд имеет сейчас винрейт 48% в текущем патче. И получил прирост 1,5%. Да, несмотря на то, что у него ничего не изменили, тем не менее, все равно бывают изменения в винрейте. Потому что другие герои поменялись, какие-то предметы поменялись. Хотя это не тот случай, там всего пару артов были изменены. Тем не менее, Войд сейчас чувствует себя немного лучше, чем чувствовал в 7.33-7. Вы же тоже ждете боевой пропуск в доте, а он все не выходит. У меня есть для вас решение. Это летний боевой пропуск с ДК Хуком на Эпик Лут. Ты можешь получить его бесплатно, а не за 300 рублей, если перейдешь по специальной ссылке внизу в комментариях. И не забудь выполнить задание, ведь уже на 15 уровне ты можешь получить легчайшие арканы. Если хочется еще наград, тогда поучаствуй в мини-игре. Атакуй Рошану вместе с тиммейтами и за победу получи скины и осколки Аегиса. Копить осколки ты можешь весь ивент и открывать за них мега сундуки. Просто посмотрите, какой в них крутой дроп. И играть можно в этот режим бесплатно раз в час. В общем информацию на бесплатный пропуск и мини-игру я оставил снизу. Там же лежит и промо на 15% и на дополнительную попытку в мини-игре. Как я и сказал, его винрейт 48%. Пикает его часто, это метовый герой. Хоть и не прям самый популярный, но в 10% случаях он встречается. Идет исключительно на первую позицию в изи лейн. То есть какая-то харда на войде, либо мид. Но это невозможно. В целом будет слишком слабо смотреться. Поэтому войда исключительно как кири стоит рассматривать. По крипам 11-0. В это время джиггернаут, который из противоположной команды, имеет 8-0. То есть на 4 крипа за 3 минуты он его переформил. В целом это неплохо. Третий уровень по прокачке у него все вкачано по одному разу. А именно таймволк, таймделейшн и таймлок. Так, Бара дал разгон в Бэтрайдера. Еще и под стан подставился. Но вряд ли его смогут сейчас забрать. Как раз таки... В это время я Тора натычковал. И всем немного с... Изил ХП. Бэтрайдер решил прожать фаерфлайк. Полететь дальше. Все-таки его добили. А именно получает фраг лишь рак. Еще и Лото забирает себе. Я Тора тоже хотел его своровать. Но не получилось. Так, разгон. Тут, конечно, понятно, что харда не самая легкая. Слишком много контроля у врагов имеется. Но в целом для Вайды это небольшая проблема. Потому что у него есть первая способность, которая его из большинства ситуаций в целом сейвит. Поэтому, как правило, Войт вначале умирать не должен. Ну, тот пример. То, что я Тора отдал ФБ, мы в расчет не берем. Все-таки там была уже безвыходная ситуация. Вернуться от Санстрайка, но он, как минимум, его не видел. Поэтому было суперсложно. 1-2 счет. Дайор немного ведут. По... Ну, как немного. Просто на один фраг. В Рейдинг пока что есть зато преимущество по золоту. Тоже совсем небольшое. Ну, слишком рано какие-то выводы делать. Бант на лопись прилетает к нему. Так, Бара здесь разогнался в Бэтрайдера. Но, опять же, просто отогнал. Линия сейчас очень сильно пропушена. Ну, сейчас уже стало покомфортнее. Курьер привозит перчатку для Ятора. И в этот момент его убивает Лишак. Ну, главное, что шмотку он привез. Хотя ПТшка, конечно, задержится. Не совсем приятно. Но на минуту лишнюю придется подождать. Так, в это время убивают Пака в миду. Здесь пока что каких-то потенциальных фрагов не видно снизу. Поэтому все вроде спокойно. Хорошо, он цепляет Бару. Он убегает. Появляется на линии Беномайсер. Настерливает по Бэтрайдеру. И под как раз-таки супер замедленного героя Санстрайк попадает практически со стопроцентной вероятностью. И его убивает Инвок. Хорошо, что это был не Тора. Потому что вторая смерть была бы уже Ну, слишком плачевна для него. Видимо, еще один Санстрайк попадает уже в Течиса. Хотя вряд ли. Наверное, все-таки в миду его забрал. Да. На эту вероятность побольше. Линия подуспокоилась. Здесь остался один Лишак. Все остальные ушли. Поэтому и есть возможность Пофармить поспокойнее. Курьер возродился. Везет ему шмотки. Ну, а именно ПТ-шку. Которая уже ему пора. Так, видим, что Баррар разгоняется. Сам ЯТора об этом не в курсе. Ну, он просто, чтобы быстрее Прибежать на линию. Ставит метку. Его сейчас не будут забирать. Слишком много у него ХП. Видит Баратрума. Сразу отходит он под вышку. Ну, и Барр понимает, что можно сразу разворачиваться. Что ничего здесь не получится. Так, Течис приходит на линию. Кажется, что проблемы здесь у Лишака. Дал стан по двоим. Тем не менее, все равно он находился Под фаерфлаем Бэтрайдера. И догорает, собственно, от него. Ганг от Течиса получился. Пятый уровень. Скоро будет шестой. Но не факт, что он будет брать купол. Посмотрим. Может быть... Тем более, если сейчас фарм уйдет в лес, То тогда купол точно не будет прокачиваться. Либо оставит скиллпоинт. Смотреть по ситуации. Это, наверное, будет наилучший вариант. Выбил нейтралку. Вполне безопасно стоит сейчас под вышкой. Здесь его, даже если попытаются зайти, Вот не та цель, которую так можно будет зажать. Взял с себя пикпол. Эту же нейтралку берет с себя и джиггернаут вражески. Так, здесь вообще вся команда еще и тает. Течис также с Бэтрайдером. Но Лешак успел убежать. Ему очень повезло, потому что там бы уже... Его не отпустили, но все-таки вся команда собралась. Но и зря. Потратили много времени. А толку этого никакого не принесло. Хотя, сейчас в Миду начался другой файт. И Атора как раз купол может в нем поучаствовать. Он туда и направляется. Купол прокачан. Забрали инвокера. Забрали Бару. Забрали Виномайнсера. Правда, сейчас остальные герои тоже могли отъехать. У них у всех мало ХП. Но червяки Виномайнсера его не добили. Их не добили. Лешак тоже шестой уровень. Все-таки с ХП у него здесь проблем не было, как мы можем заметить. Какой общий счет у Лешакка? У него 1-1-2. Забивает разгон Бартрума. Делая в него прыжок. Ну и давайте ценность посмотрим. 4 500 у нас Тайдхантер на первом месте находится. Потом 4 500 вражеский инвокер. И только на четвертом месте Атора находится... А уже на пятом даже. 3 800. Собственно, немного перефармливая Джиггернаута. Пока что здесь остальные позиции чувствуют себя комфортнее. Планирует собирать Мидас, как мы можем видеть, из Кикбая. Ну и плюс 1500 у него уже в запасе. Скорее всего, так и будет. Так, купол. Хорошо, по двоим. Лешак под Файрфлайем, если я не ошибаюсь. Нет, там его не было. Но это не помешало забрать двух героев. Правда, сам чуть ли не отъехал от Санстрайка. Осталось совсем немного ХП. А именно 100. Фласка. Это его или ему передали? Да, это его. Он сам активировал. Хорошо. Покупает рецепт на Мидаса, а перчатка уже есть. Опять сбивает ультимейт. Но... Разбивает разгон. Но из-за этого он потратил первый спелл. И мог подставиться сейчас под другие способности. Но Тайд дает ревейдж. И это решает все проблемы, которые здесь вообще могли случиться. Санстрайк. Целился он, видимо, не в Бэтрайдера, а в Ятора. Но он не попадает. А Бэтрайдер куда более интересная цель была. Не было вижена, поэтому, собственно, он давал плюс-минус на рандом. Восьмой уровень. Первая способность. Таймволк уже прокачана на максимум. Дальше максит таймлок. Вкачан в два. Обратите внимание, что у него в Рейсбенд в Акигвай. Но он до сих пор его не покупал. В целом, я тоже частенько так делаю. Он покупает в Рейсбенд в минуте на двадцатой. Такое бывает очень часто. Собственно, вот сейчас он начинает собирать Мэлэшторм. Джавелин уже летит к нему. Но в Рейсбенд пока будет валяться. И потом, когда уже не будет места, эту цирклетку он, соответственно, апнет в Рейсбенд. Тоже имейте ввиду. Чтобы там не выкидывать, например. Либо не покупать слишком рано. Не тратить деньги на... В Рейсбенд, который сейчас будет не так профитен, как тот же Мидас, который должен быть максимально ранее. Ну и Мэлэшторм, который ускорит фарм. Так, Торнадо ловит. Но сразу же дает таймволк. Пригит пак в инвокера. Опасный момент, он сильно подставляется. Остается совсем немного хп. Санстрайк в него кидает, но мимо. Вокер не угадал траекторию. Пак выжил. Зайд, Мидас по кд. Ну и старается быстрее Мэлэшторм себе дофармить. Переходит в лес. Пачку забрал. Ну, как будто бы хочет реализовать купол. Он свой. Тут, правда, на самом деле не идеальный пик под купол. В него особо давать не получится. Так, купол есть. Хорошо тает. Тоже, видимо, реведж пришлось дать. Но обошлись бы и без реведжа. Но здесь подошел еще и Виномантер. А вот как раз таки, когда два героя тогда, он был очень кстати. И в итоге делают минус два. Скорее, существенное появление Мэлэшторма у Вайда. И отлично реализовали его ультимейт. Даже реведж не пожалели. Так, забирает у Тайда крипов. Но я думаю, что у него и так все замечательно. Можно посмотреть на его нетворс. 7500 и на уровень. Такой же, как у Ятора. Поэтому имеет полное право даже у него взять и этих крипов забрать. Все-таки Тайд у нас в третьей позиции, как ни крути. А он будет первой. Но это нормально, что Тайд такой богатый. Это в целом стандартная ситуация. Да и посмотрите на какой счет у парня. 4-0-2 вообще. И у него игра идет идеально. Убивают 3 часа. Явно он недоволен этим. И заодно забирают бэтрайлера. Но пока что Ятора фармит. Протом обратите внимание, он фармит вражеский верхний лес. Где с меньшей вероятностью его могут найти даже чем в собственном лесу. Ну и заодно подпушивает вышку. Бить он ее сам, конечно, пока не будет. Потому что слишком рано это много времени займет. Да и не тот герой, который хорошо ломает постройки. А в это время спокойно фармит. Да, Яр сейчас в смоках. Опасный момент. Могут его здесь принять. У него нет купола. Сэйвить тебя. О, у него еще и телепорта нет. В общем, скорее всего, здесь его без шансов забирают. Да, допустил ошибку. Вышел на линию. Показался. Да, Яр быстро среагировали. Прожали смоки. Вышли. Сделали фраг. Притом, купол был в кулауне. Телепорта не было. Ну, в общем, шансов на спасение не оставалось. Только рассчитывать на чудо. И чудо здесь не случилось. Ничего удивительного. Одиннадцатый уровень. Талант он пока никакой не прокачивал. Вместо этого максит свои активные способности. Таймлок уже тоже вкачан. Четыре. Куда будет лететь? Прилетает наверх. В это время драка в меду происходит. Откатился ревейдж. Откатился купол. И я думаю, что им явно стоит комбинировать антимейты. И, возможно, сделать выход. Общий подраться. Забрали бару. Хороший ревейдж по двоим. Еще и Метеор Хаммер заходит как нельзя лучше. Насингтусей делает дэвл килл. Это в общей сложности минус 3. А вот Джиггернаутом... Будет немного сложнее. Он ультанул, забрал Течиса. Практически добил... Давайте смотреть. Нельзя такой пропускать. Божественно! Раскайтили. Он практически сделал минус 3. Забрал на Бэтрайдера и Пака. Но не получилось. Его замедлили. И просто тычками сдалека забрали. Тем не менее, Бэтрайдера добили. Бара просто сделала разгон. Какого-то большого стрика у Джиггера не было. Поэтому за него получают не очень много денег. 13 уровень Талант до сих пор не прокачан. Будет браться на 15 и 16 уже. Скорее всего. Берет себе Фэнкс. На втором разряде. Ну и сейчас просто продолжает дофармливать Мьелнер. У него появился уже Гипперстоун. Осталось взять Рецепт. Там немного денег. Нужно дофармить. Счет, кстати, такой довольно скромный. 2-2-5. Ну и игра не какая-то однокалиточная здесь. Как бы то Радиант. Неплохо подрались. То Дайр отвечают тем же. И выигрывают файт. Ну плюс-минус как-то так и происходит. Пока что на протяжении всей игры. Забрали Тайда. 544 золота плюс 628. У него есть серия из 5 фрагов. Поэтому такая вот награда большая за него. Появился Мьелнер. Если вдруг кто не знает, почему шмотки такие необычные. Но это все из-за арканы у Вайда. Собственно, как и способности. Притом у него второй стиль. Белый уже. А шмотки и способности становятся розовыми. Выглядит очень-очень красиво. Летит вниз. 15 уровень. Взял правый талант. Минус 1 секунда перезарядки Таймволка. Ага. Здесь Джаггер хотел делать паут. Я тоже уже замахнулся, чтобы поставить на него купол. Но не успел. Хотя бы успел отменить. Было бы совсем. Неприкольно. Если бы купол был в никуда. Так. Драка. В миду намечается. Тает без ревейджа. Но есть купол. Можно ставить. Хорошо. Поставил такой, чтобы еще с большей вероятностью задеть дополнительных героев. Но нет. Никто не попался. Но основная цель выполнена. А именно забрали Джаггера. Но не без потери. Течис. Пак. И. Вроде все. Давайте сейчас итоги посмотрим. Я думаю, что. Тут могут даже Дайра. В плюс выйти. В этой. Драке. Приняли бы трайдера. Но теперь точно в плюс. Они выходят. Да. Посмотрите. Три в два. Радиант. 740 золота. Дайр. 2. 2. 2. 2. 1. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 4. 3. 4. 4. 4. 4. 5. 6. становится все мудрее и 20 уровень приближается на 10 он взял плюс 0 5 секунд ко времени отмена урона в таймволка если что у него есть телепорт поэтому в целом он сможет прилететь на помощь что дайр сейчас все снизу но без войда хотя и купола нету 25 секунд поэтому можно здесь хорошо он подрезал курьера еще и не пустого там был ринков house так вот пока война нету купола то можно даже и не планировать какие-то файты дождаться отката и вот уже потенциал файта резко возрастает купола хэдэшился прилетел но дайр уже не хотят драться видите просто отбегают понимают что не все так легко будет дайр жмут смог вдвоем ли шаг бара подставился пак не успел он никуда уйти и отдается в себя не стрика просто большую награду 900 голды купол по двоим они еще и под фаерфлаем идеально бара догорел так чисто пассивно он во-первых от firefly ну и плюс от молний от мейонера 2 фрага себе забрал я твара 426 счет становится уже как-то поприличнее в 23 минуте общий счет 2117 с небольшим отрывом суди здесь течис все заминировал и собираются забрать рошана дайр догадаются ли я думаю что они не пойдут все таки 20 секунд а вот санстрайк санстрайк есть ну и джаггер может сейчас зайти радиант испугались тут еще виномайсер я тоже остается один провага есть непонятно будет ли драться дальше прилетает ли шаг сразу теряет все в кп от мин течиса но добить его не вышло джаггер раскручивается довольно жирные взрывают успел утонуть забрал течиса войд отпрыгнул на безопасное расстояние неужели этого рошана дайр заберут я буду очень сильно удивлен шагер практически отъезжают рэвейдж нужно добить паут эх не получилось не фартанула и джаггер улетел рейдинг остались в минусе никого особо не забрали потеряли тайда потеряли течиса но самое главное что же будет с рошей у него пол хп бить его нужно два раза меньше но сейчас два раза опаснее потому что нету вообще никакого особо потенциального прокаста на файт но через 10 секунд когда появится купол уже можно будет закончить начатое довольно безопасно смог прожат а наступила еще и ночь рошан побежал наверх упал по двоим урона он не нанес никакого потому что накинули на него бессилия по факту просто пробегал его рейдинг теряет бедрайдера теряю течиса но забирают из широкая джаггернаута вина мастера инвокер тоже поставил споржал бкб пытается убежать остается ему один удар и вот наносит я тора дабыл килл бара просто пытается убежать у него это выходит но он единственный выживший своей команде не забываем про рошана которого добить так и не получилось но он уже перебежал на верхний рошпит поэтому летят портал мы продолжают уже в третий раз они его добивать думаю что этот раз уже получится точно укладывает стики ну как укладывает переклад слоты то свободные есть поэтому выкидывает точно ничего не стоит 20 уровень правый талант прокачал плюс 95 к скорости атаки под действием хроносферы ловит торнадо инвокера тайм волк надо бегать не хочется отдать а егес просто так прокнул баш еще удар хорошо тайт помог ему под конец плюнул и этим плевком беника забрал улетает вниз так есть джаггер есть ржок стал хилку вроде как да спели разбить но здесь лишь рак плюс накрепа летит инвокер и я тоже оказывается такой ловушке он прыгал на одного героя резко оказывается трое но команда подуспела быстро рэвидж забрали джаггера или шрака ну в общем команда спасла ситуацию это очень круто когда на тебя твоя команда не забивать не забил не забил не забивает и не забывает собственно идеально просто идеально 3000 получили 3 фрага сделали спонул инвокер он сейчас как раз бежит по центре и выходит из радиуса и убегает я думаю что самое время ломать т2 притом и ни одно они могут себе позволить сломать взял и жетон третьего отряда находит дфм шелл а делает сейчас себе возможно него второй тиме торт в курьере и делал он сказать скорее всего по всему так она есть курьера его погиб снизу он цепляет бару битрайдер здесь один бар дает разгон и все рак потерян его точно ты не догонят так силы тьмы убили терзателя и бара получился шард радиансового терзателя конечно же не трогали я уже забыл последний раз когда терзателя нас в играх забирали потому что его никто не хочет почему-то трогать но противоположные команды иногда берут это это тоже редкость так прыжок через две секунды будет купол но еще и айгес поэтому с куполом можно повременить паут хотел купол дать дать как будто бы но обошлось без него не закончился и его забрали там даже тп не сбили просто урона хватило чтобы сделать фраг скале появляется следующий артефакт это была бабочка но передумал к бэшка а потом мкб бьет вышку но тут бэкдор поэтому это бесполезно надо ждать крипов они скоро должны подойти не снизу конечно вот по миду идут пачка скоро подойдет это разжмет тп чтобы во-первых засейвить течса во вторых наказать инвокера засейвить не получилось а вот отомстить за свой тиммейта как раз просто купол просто его забрал это еще не все он успел дать лассо в бэтрайдер и под еще одним безвыходным контролем который делает 2 фраг себе в копилку 10 211 у нас нет какого-то космического количества фрагов тем не менее игра очень интересная так пропадает аега он собрал себе линку интересный вариант упала вышка ты один довольно поздно летает бкб так бара а он он прыгает это был бэтрайдер хорошо рэйвэйдж под рэйвэйджом бару забрали инвокер входит в инвиз не получилось его обнаружить очень не хотят агема но у айда даже слота нет под этот гем чтобы он его таскал а если кто-то другой будет таскать то он даже успевать не будет скорее всего заходят на хайграунд по нижней стороне кб не потрачено опять бэкдор крипы вечно далеко еле-еле через бэкдор пробили браке на них будет тратиться лили глиф нет в бараке отдают переходят в мид это время сверху кто там идет сверху вроде джаггер был кушал т2 дали глиф будут файта до конца они не готовы смириться с поражением можно понять так купол подождите раз два три по троим я думал даже я думал вообще по всей команде попал был бы купол побольше то возможно и хватило бы он как раз взял 25 талант который дает 20 процентов к универсальному уклонению не радиус отходят ой дд по дд можно было бы еще подраться но жалко без ультимейтов так смок они реально будут идти драться интересное решение потому что ну как минимум у них особо ничего нету единственная ульта этого битрайдера и волосо эффект дд сняли быстренько но забрали инвокера забрали решака аэро без глифа вторая сторона тоже падает летает баратрум он летит далеко но забираю вторую сторону а куда пойдут дальше наверх не перейти там т2 стоит они видят они видят потенциальную цель в виде джаггера просто прожал первый спел и сделал паут вовремя я тоже был уже очень рядом так 18000 перевес график примерно до 25 минуты был наравне примерно да у рейдинг было преимущество безусловно но небольшое а вот после 25 минуты рейдинг уже начали забирать свое однозначно нет ворс у этого 30800 на данный момент 35 минута хороший гпм завезли бару джаггер утонул впитывает себя войд но ему не сильно больно купол по троим по двоим один был просто в стане славил хекс вернулся от стана забрали веника забрали джекан забрали джаггера и все без баев вокер пытается убежать ставит айс волк может быть и не стоит за ним бежать может быть просто пойти и сломать базу главное здание ворачивается от емп второй раз ну и вгрызаются в т4 кажется на этом игра и закончится сейчас посмотрим таблицу с итоговыми параметрами купил кстати дизоль себе но дизоль он купил именно чисто чтобы доломать когда он уже понял что на этом игра закончится просто так дизоль навайда но не лучшее решение покупать это сто процентов а теперь итоги что мы можем увидеть 15 2 14 счет 31 тысяча нетворса 916 золота в минуту 1071 опыта в минуту по героям 38000 по постойкам 10000 его прокачка и итоговый график всем спасибо за просмотр всем пока